бонжур сегодня последний день в лагере вот я решила пробежаться пока все спят сделать краткую экскурсию показать как все здесь выглядит вот это такой кемпинг даже целых три звезды наверно потому что здесь вкусно пахнет французами вот здесь очень мило уютно он находится на высоте тысячи метров над уровнем моря вот здесь много-много всяких таких мест где каждый может припарковать машинюшку бусик палатку собаку жену остальные предметы лагерь небольшой в принципе я могу объяснить для себя три звезды тут видимо есть какие-то свои удобства определенные подразумеваю звездочкой как это сказать я еще не проснулась вот душевые туалеты красивый персонал который ходит улыбается тебе и говорит уже бонжур мадам бонжур мадемуазель вот двигаться здесь можно только со скоростью 10 километров в час если вы охвачены пожаром или другими эмоциями вот для бегунов свыше 10 метров здесь есть вот такие вот кочки я их использую чтобы получить какие-то новые ощущения от своего велосипеда но вот здесь везде горы-горы сильно красиво очень вот отсюда ведут несколько троп прямо наверх также если прогуляться дальше в добряки тоже можно найти какую-то тропинку интересную которая приведет вас на одну из гор из массива монблан вот заблудиться здесь сложно здесь есть вот такая вот указатель и всякие красивости вот здесь буфет тут можно заказать багет он сейчас закрыть вот посидеть здесь уютненько есть такая комнатка где можно зарядить все свои электро причиндалы и посидеть вечером попить вино в уютной компании альпинистов скалолазов здесь можно постирать здесь можно умыться тут всегда очень пусто пахнет я захожу просто помыкать какие-то у них средства такие душистые здесь можно принять душ все очень цивилизованно здесь можно постирать здесь помыть посуду здесь для людей с ограниченными способностями все вот ну и вот так прекрасно если детей площадка конечно же основные удобства на прекрасном чистом горном воздухе вот а мы вчера были вот за той гору А еще здесь продают на этой площади блинчики, приезжают каждый вечер или барбекю, или пиццу, можно заказать вкусно. Очень вкусненько. Да, а также здесь можно арендовать вот такие вот велосипеды, вот такие вот розовые стульчики, вот такого вот мужчину. Бонжи. Домой из туалета, ой, мой, лежит через вот такие красивые виды. Вот такой куст прекрасный, который своим шлейфом сопровождает мой путь. Вот это место, кстати, еще свободное, у кого есть неделя времени, приезжайте обязательно все сюда, и вот это место свободное, потому что здесь я живу, я очень шумная женщина, и у меня есть вот такой вот маленький безопасный друг, когда я воспламеняюсь, тут люди могут спасаться. Вот, тут ребята из Англии, тут у них очень уютно, ночью они с вами ходят на огороды развлекать коз, вот здесь вот ребята тоже очень симпатичные, милые, у них есть собака, она наш друг. Вот. А это, собственно, наша поляна. Это наша поляна, и мы ее косим, вот, поляна номер 145, запомните, очень рекомендую. вот, велики, велики, палки, камушки, о, а это еще лаванда, вот, такой стол, ну и весь, собственно, эквипмент, чтобы не заплыть жирком. Мы вернулись в кемпинг, с которого мы начали свое путешествие по Франции. Вот, здесь же решили отдохнуть немножечко и покупаться, позагорать после вылазки в горы. Буквально через дорогу здесь прекрасное озеро. Вода еще прохладная, сезон еще не начался, вот, но это и лучше для нас. В лагере не так много людей, в основном одни французы, вот, и приток туристов ожидается вот уже буквально через неделю. Тоже, кстати, три звезды, наверное, из-за этого роскошного куста. Он уже значительно больше, территория, территория значительно больше, солнце ярче, вода голубее, французы красивее. Да не, шучу-шучу-шучу, тут везде все красиво, и бонжури, хо-хо-ла-ла, все очень трендли, вот, отличается этот кемпинг от предыдущего того, что в горах тем, что, ну, во-первых, масштабами, а, во-вторых, тем, что здесь можно помимо парковочного места и места для палатки еще поселиться в таком домике. И есть еще несколько вариантов жилья, здесь такая площадочка для отдыха, можно здесь покушать, у нас, например, нет стола, все есть, стола нет, вот это для меня просто хайлайт. Здесь площадка, ну, и вот так вот территория поделена на такие участки, так, где эти домики-хижины, а, вон там дальше есть такие палатки, которых можно тоже арендовать вместе, поспать. Люди, просыпайтесь! Вот, что мне нравится у французов, что сразу бросается в глаза, что у них очень много цветочков вот таких вот полевых или каких-то. Так, это, собственно, мой сегодняшний дом. И вот если выйти за территорию лагеря, здесь уже можно погрузиться снова в эту прекрасную горную атмосферу. А вот, кстати, какая-то сцена там монтируется. Видимо, все монтируется к приезду туристов. Вот, здесь автобус, можно доехать на нем куда-то, может быть, до аэропорта. Вот, такая огромная площадь, классное место для дрона, я тут училась запускать его. Это моя первая поездка, в которую я вообще беру этот мой маленький летательный аппарат. Вот, и такое прекрасное озеро. Вечером здесь вообще обалденно. Вода бирюзового цвета, все вокруг обрамлено горами. Тихо, спокойно. Но, конечно, на мой взгляд, хайлайт этого места – это вот эта аллея. Я ее сняла на дрон, позже выложу ее в YouTube. Это просто завораживающее зрелище. Просто прогуляться, и вечером, когда солнце уже садится вон за той горой. Ой, это на том встает, смотри. Вон за той горой. Тени, здесь такая игра теней и красок. Красные оттенки заката, бирюзовая вода, вот эта зелень пышная. Просто, не знаю, я все это пытаюсь в себя вобрать, накопить это, чтобы не увезти это все домой, назад. И чтобы хватило еще на год, потому что в следующем году я обязательно хочу сюда вернуться. Мое место силы. У вас тоже наверняка есть что-то такое, куда можно прийти подзарядиться немножко, обрести внутреннюю гармонию. Это французская салями проделала с нами путь из Германии во Францию. Смотри, колбаса, это твоя родина. меня зовут Жужуба. Я снимаю чулок, а потом еще чулок, и еще чулок, а под ним еще чулок. Я сгорела, поменяла кожу, наладилась по горам. Сейчас еще пару дней на загорать, ну еще по загорать и покупаться. Вот, а дальше уже можно ехать копать картошку в Германии. О, что здесь произошло, ребята? Какой-то заплыв. Заплыв. Доброе всем утро. Вот эти вот подруги, говорливые, не давали мне себе спать. Бонжур. Ну что за дела? Вы меня не получите. Простите, что? А поточнее? Да. 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 Региры,,,, 50. красивая, ?,